Салюты книжный мир, с вами Лена, и сегодня расскажу о книгах, которые прочла благодаря невероятной August с канала Козы Розеритс. Позапрошлый ролик был посвящен ей, и очень много людей отписалось. Но потом, я так подозреваю, благодаря ролику Насте Суворовой, многие подписались. Я говорю, многие — это не тысячи и сотни, это, возможно, десяточка, но учитывая то, что мой канал вообще не растет, для меня это очень много. Так что, если вы как раз те самые люди, добро пожаловать. Я сегодня о книгах расскажу очень коротко, потому что они настолько потрясающие, что я не хочу вас держать. Не знала, в каком порядке вам выдать эти книги, потому что они настолько все разные, и решила сделать так, как делает August. У нее, ну, во всяком случае, на тот момент, когда она снимала, книжки были расположены по алфавиту, во всяком случае, те, которые еще не прочитаны. Поэтому я тоже просто в алфавитном порядке. Сначала по русскому алфавиту порвемся, потом по английскому. И так вот я вам расскажу о книжках. Давайте начнем с Кэтрин Валент и ее сияние. Ой, Валента, это же я на веб посмотрела, но пусть это будет первая книга, потому что это самая любимая книга August. И она рассказывает нам об альтернативной нашей вселенной, где есть, конечно же, все те же самые планеты, есть кинематограф и даже знаменитые личности, они тоже здесь существуют, но все равно мир чуть-чуть другой. И это история девушки, которая путешествует по вселенной и снимает какое-то свое авторское кино, которое для нее должно быть очень отличным от фильмов, которые снимает ее знаменитый, именитый режиссер-отец. И я вот так что скажу. Вроде, да, это космическая такая история. Я бы сказала, что это такой космический нуар. Сама Валента для этого придумала вот такой вот миф что-то там, я забыла. Да, для этого жанра придумала словечко вот такое. Но я бы сказала, что это реально космический нуар. И могу сравнить, наверное, с трилогией Рэя Брэдбери, Голливудской трилогии. Потому что здесь у нас также какая-то внезапная женщина в лимузине, какой-то герой. Конечно же, здесь какие-то есть убийства, которые мы расследуем, но это не является центральной темой. И вот мне так остается, что если бы Рэб Брэдбери, написавший голливудскую трилогию, потом посмотревший ролики Жанны Агузаровой и сказавший так, надо с ней заколлаборировать и изменить мою историю. Тогда вышло что-то такое космическое, нуарное, очень любопытное. И хочу вот сразу, наверное, сказать, с чего я буду начать. Говорят, что вот эта новая книга, которая мне не очень понравилась, и я ее не дочитала до самого Райя Нагихары, что это такая альтернативная история Нью-Йорка либо Соединенных Штатов Америки. Я бы сказала, что как бы нет, там все очень максимально близко к жизни. И если вот уже говорить про альтернативную версию чего-то нашей вселенной, то вот эта книжка полностью отвечает этим вопросам. Сразу скажу еще, что поначалу читается очень увлекательно, тут много сюжетов, текст расположен как интервью, какие-то заметки, какие-то сценарии, кусочки, то есть тут даже шрифтами, разные шрифтами, разные кусочки текста выделены, чтобы мы понимали, да, кто рассказывает, как рассказывает, что интервью, что рисование. Суперинтересно. Но последние 100 страниц, это была какая-то полная абракадабра, я читала, не понимала, что я читаю, зачем я читаю, но это, наверное, вот этот андеграунд, да, такое авторское кино, которое тоже смотришь, ты понимаешь, что за объекты, но как они между собой связаны и к чему все идет, непонятно. И вот мне интересно, допустим, Настя, Катя Букемия, когда ты это смотришь, привет, Аня, возможно, заводы стоят. Вот вы читали эту книжку Лен, то что мне кажется, вам может понравиться, она такая сумасшедшинка и ни разу не слюнявая, не в моем вот стиле, что вы даете что-нибудь миленькое. Очень классно. Ну и, конечно, я в очередной раз скажу, что я просто влюблена в эту обложку и не представляю, что может ее перебить в ближайшее время. Просто сияю от восторга, когда смотрю эту книгу. Рассказала очень запутанно, но единственное, что вам надо вынести, что это космический нуар. Вот. Так, давайте следующую книгу, уж как она у меня лежит. Прежде чем я вам покажу, сразу скажу, не обманитесь обложкой, потому что она абсолютно ничего об этой книге не рассказывает. «Лунный тигр. История англичанки, которая попадает в Египет во время Второй мировой войны и работает журналисткой». Я вам все сказала, что про эту книжку нужно знать. Опять-таки, хочу начать сравнение. Я очень давно искала что-то похожее и в кино, и в книгах очень что-то похожее на английского пациента. Я английский пациент не читала, но я очень люблю фильм, хотя смотрела в один раз. У меня так засела вот эта эстетика, рассказ, темы. Я всегда хотела найти что-то подобное. Что-то подобное я встретила, когда прочитала «Эйфорию Лили Кинг», но это все равно было не совсем то. А вот это, это просто то, что доктор прописал. И, возможно, из-за этого я больше эту книжку полюбила, потому что я представляла именно вот ту атмосферу, вот в каких тонах, да, как вот фильм был снят. Я также эту книгу читала через фильтр того кино. Здесь у нас тоже есть история войны, любви, потерь, конечно же, куда же без этого. И она рассказывает нам историю нашей главной героини, находясь уже в довольно-таки пожилом возрасте. Она лежит в больнице, и вот кто-то из ее семьи посещает, какие-то там знакомые, возможно, друзья. Но она живет, знаете, вот как в другом фильме, который, по-моему, тоже был изначально книгой. «Бабочка и скафандр» или «По бабочкам в скафандре», как-то так называется. И вот тоже, что это воспоминание человека, пусть и того, который может, да, говорить и взаимодействовать с миром, вот как он отправляется в свои воспоминания и смотрит, что в его жизни было важного. И вот здесь главная героиня, она не совсем-таки приятная уже, находясь в своем пожилом возрасте, да даже когда она вернулась, да, с войны. С одной стороны, можно понять, почему так случилось, но с другой стороны, есть много других примеров, как в жизни, как в литературе, когда людей вина не сгибала. И у меня такие двоякие ощущения, что мне не очень нравится, как закончилась жизнь этой героини. Но все, что происходило в Египте, все эти события, вообще ее размышления по жизни, они мне близки. Эта книга мне подарила то ощущение, о котором я давно просила книжных волков подарить мне книгу. Она просто крошка, она получила букера, кстати. И вот все, о чем я могла мечтать, в этой книжке сложилось. А еще «Лунный тигр» — это очень забавно, потому что я вам рассказывала, кто тот ролик досмотрел до конца с влоговой частью, что я эту книжку подарила Кате, своей подписчице. И я от Кати получила некую посылочку, распаковка вот в конце ролика, потому что я не знаю даже, куда ее вставить лучше. И с этой книжкой было очень забавно. Вот переклички. Следующая книга, которую тоже не знаю, как рассказать, кроме как не сравнить с какой-то другой историей. «Наша трагическая вселенная». Я сначала сравню эту историю, потом попытаюсь о ней рассказать. Вот есть эта вообще неотбываемая почти книга. Я сказала «Недобываемая. Синдром паники в городе Огней», где столько игры с текстом, с читателем, когда мы читаем, и, как я говорила, книгу, мы читаем вроде книгу, потом понимаем, что вообще-то мы живем в этой книге, а потом книга живет в нашей реальности, потом опять в книге, и там все настолько непонятно, настолько все прелестно, прекрасно, живо и гениально, что ты думаешь, боже мой, дайте мне больше таких книг, и ничего больше никогда не попрошу в мире истории. Вот эта история очень на нее похожа. Здесь у нас опять-таки главная героиня, писательница, она продумывает идею своего нового романа, ходит, делает какие-то заметочки, и вот ее повседневная жизнь, она с каким-то людьми ужасно скучная, а внутри нее живет столько много знаний, идей, наблюдений, анекдотиков, и мы думаем, боже, неужели вот так все писатели живут, что у них внутри вот эта фантазия, знания, все так интересно и сверкает всеми огнями Нью-Йорка. Хотя я знаю, что синдром паники, где огней, это Париж, но я вообще про саму вот это понятие, да, огней. А бывает, что в жизни ты идешь, и тебе надо общаться с какими-то абсолютно неинтересными людьми, либо неприятными, либо с какими-то хамами, либо еще, ну, просто такие, с которыми не хочется вообще общаться, и хочется закрыться в домике на берегу, и просто жить самой с собой, писать книжку великолепную. Вот эта книга такая, у нее есть абсолютно какие-то скучные части, но мне кажется, что эти части как раз-таки передышка для читателей от всех вот этих рассуждениях. И здесь, как я сказала, книга, которая про книгу, а потом мы вроде как оказываемся в этой книге, или все-таки нет. И вот здесь очень классно, вот это чтение, когда ты читаешь, что ты не понимаешь с этим, что происходит, хотя ты кажется, все-таки понимаешь, но не до конца. Это очень круто, это почти что гениально. Я не знаю, что меня спасать от того, чтобы поставить этой книге десятку, ни девятку, ни включить ее в лучшее, но все-таки, я думаю, когда я с ней поживу, я поставлю ей десяточку и включу в самое любимое за этот год. Ну вот, возможно, не за жизнь, да, как лунный тигр, но за год точно. И мне очень нравится, как здесь преподнесено чувство юмора. Здесь герои не хохмят, они рассказывают друг другу анекдоты, вроде как с них, знаете, с автором снято вот это обязательство подшутить, потому что, если что, за шутку отвечает либо человек, у которого нет чувства юмора, и он не понял, либо за автора анекдота. Это просто замечательно. Мне кажется, эти анекдотики, они вот такие почти что папины шуточки, как говорится, но все-таки в них что-то есть. Эта книга еще, наверное, очень много имеет отсылок к ней, наверное, точно имеет отсылок к Пропу, да, к его что-то там про волшебную сказку. Я забыла, у меня даже наверху эта книжка стоит, я в том году, а я купила, забыла. Я, знаете, я все знаю визуально, скажу вот эту книжку, я пойду вам ее найду и расскажу про что она, но с названиями просто полный провал. Но кто такой Проп, мы знаем. Но если через Пропу надо продираться, лично мне, то вот здесь рассуждение о том, как построить сюжет, какой герой, какая его цель, про историю без истории, про множество консолок, множество там окончаний. Кстати, вот эта книжка с сиянием во многом перекликается, потому что здесь снимают кино, и в кино, конечно же, тоже должен быть герой, история, ради чего история написана. И здесь напрямую говорится, либо эта книга про только про дни начала, либо эта книга про одни только концовки. Эти книжки не самые обычные, и вот это, скорее всего, очень сложный порой для чтения книга, где у тебя кипит мозг. А вот здесь, наоборот, есть маленькие части, потому что автор понимает, возможно, у тебя кипит мозг, и ты можешь отдохнуть. Вот здесь как бы без рекламы, знаете, а вот здесь и реклама есть. Я имею в виду реклама — это как момент, чтобы твой мозг отдохнул, и ты не вникал в сюжет. Необычные книги, но однозначно обе советую к прочтению. Я не говорю, что они для всех, я не говорю, что они вам понравятся, но то, что они внезапные и с какой-то изюминкой, вот это я вам сто процентов гарантирую. Так, пойдем дальше. Давайте сначала, наверное, расскажу про другую книжку, которую Огост тоже очень любит, называется она Creatures, на русский язык вроде как не переведена. И максимально, с чем я могу ее сравнить, это там, где раки поют, и от этой истории у нас будет взято одиночество, о том, как у девочки вроде как и есть родители, но на самом деле они такие только номинальные, ей приходится и о себе, и о них в какой-то степени заботятся. И по накалу и жестокости, и чувство одиночества, и несправедливости, это, наверное, очень похоже на «Форму воды», но именно на книгу, потому что фильм просто великолепный. Фильм советует смотреть всем. Он намного светлее, добрее, позитивнее, и жизнеутверждающие. Напишите мне, кто знает, правильно сказать. Фильм «Форма воды». А книга, она просто не разорвала, я даже не смогла дочитать, потому что он был слишком много тяжелых событий на одну долю, на одну судьбу. Если чуть побольше рассказать, то история о девушке, как я сказала, до которой не дело ни ее матери, ни ее особо-отцу, и как она продирается сквозь свою жизнь, я бы сказала, продирается, потому что на нее ни в жизни, ни в любви, ни в карьере, особенно, к сожалению, ничего не складывается. Я не могу сказать, что это спойлер, но я думаю, будьте готовы, что в этой книге нет почти что никаких моментов надежды. И я думаю, что ее можно читать тем, кто как я любит китов, потому что там очень много сопоставлений, да, и параллелей между китами, ее жизнью и размышлениями через китовую историю, как она себя тоже, в принципе, изучает. И было очень интересно, потому что я эту книжку читала как раз-таки в тот момент, когда читала «Нонфик» про китов, наблюдая за китами, и я вот буквально тут «Нонфик» прочитала, и взяла за «Критчерс», и очень многое, про что она говорила, я об этом не знала. Я думаю, боже мой, я это знаю, потому что я это недавно прочитала, как хорошо, что эти знания сейчас в режиме в голове. И было очень клево, как эти книжки друг дружки подмигивали. И давайте расскажу еще сразу про другую китовую историю, которая мне очень сильно понравилась. Она у нас, оказывается, переведена. Это «Проглоченный», «The Swallowed Man», и это история отца Пиноккио, который оказался в череве кита вместе с неким кораблем. И вот он пишет свои записки о своем опыте, как он там оказался, почему и какая у него вообще дальше цель в жизни, вернее, из-за чего он в море в принципе оказался. Я ничего не знала об истории отца Пиноккио, да и Пиноккио, мне кажется, прям мультик целый, я никогда не смотрела. Вот эту историю я почитала потом маленький кусочек на русском. Переведено, в принципе, хорошо, но если у вас есть возможность прочесть ее на английском, я вам это очень советую, потому что там вот как-то прям передана вот эта история, как он что-то нашептывает, как он сходит с ума, как он делает свои заметки, как он разрабатывает свой план, как он жалеет, а о чем он жалеет. Он жалеет почти что о том же, о чем должен был бы жалеть доктор Фрекенштейн. Эта книга сумасшедшенькая, она очень мрачная, она очень стрёмная, я по-другому не скажу, потому что наш герой, помимо того, как он делает записи, он также создает некие предметы, напоминающие ему что-либо, либо кого-либо из его жизни, и классно, что в книге есть иллюстрация предметов, которые он создает, грубо говоря, из палки и глины, так сказать. И они такие все очень-очень жуткие. Но мне было интересно читать, и я вот читала прям захлёб, как будто я в этом череве сижу, с этой его свечкой, вот так шепчу-шепчу, потом схожу с ума, как голем, знаете, иногда, когда он не знал, что творится, он там сам с собой нашёптывал. И я хочу её, наверное, ещё зарезюмировать одной фразой, как раз-таки из самой книги. Это не спойлер, но она очень хорошо описывает то, что мы будем с вами читать. Вы ещё будете читать, я уже прочитала. Мне интересно, что покинет меня первым? Разум, свет свечи или зрение. Книжка держит в напряжении, держит интригу до самого конца. И я её только недавно прочитала, я вот читала с большим удовольствием, потому что очень редко, вот в моей голове, прям был какой-то голос, голос, интонация, темп, и вот как эти страшные, знаете, голоса в каком-то ужастике, которые нашептывают тебя что-то в темноте. И ты, господи, я, наверное, плохо рассказала, но это очень невероятная какая-то книжка. Я её читала на Playbooks в Гугле, если есть возможность купить, можно там на английском купить. Я знаю, что не все же у нас живут там, где я, и, возможно, вы можете эту книгу там купить, но на всякий случай можно прочитать и на русском, посмотреть картиночки, перевод, но я бы так и сказала, он правильный, но вот этого ощущения, нашептывания, вот этой тревоги, вот этой какой-то темноты, пустоты, русский текст мне не дал. Не знаю почему, да? Ну, возможно, конечно же, то, что наши слова русские, некоторые длиннее, и от этого фразы оказываются длиннее, и они не такие короткие, и нет вот этого нашептывания понимаете да про что я пробить и давайте расскажу про последнюю книгу которая тоже могла бы быть просто идеальной но я и к сожалению не дочитал потому что она и в половину не было вот такой захватывающей как проглоченной это возвращение хаба вот ее по моему русский язык не перевели я попыталась поискать вроде нет и она нам рассказывает нам история хаба который вырвался тоже из желудка кита моби дико и вернулся на твердую землю пришел на место работы измаила и сказал где измаил а измаил и след простыл и это опять-таки история которая относится к другой истории как и проглоченной но вот она классно начинается что-то он стоит нет я выжил посмотрите на меня да я стрёмно и страшно посмотрите меня дайте найти этого измаила но потом в общем они договариваются с редактором газеты в которую он пришел до в поисках измаила о том что редактор запишут его историю а в обмен на это редактор поможет измаил кофе измейлу о хаву найти его семью и вот они отправляются в город на поиске о семьи энту отринации то следует она просто кто ходит узнал эту историю в общем там ничего к сожалению интересно не было на начало было такое что вот так вот на листалке я читала очень интересно переворачивание вот он рассказывает да как он выбрался кто он такой и вот это собонахождение в издательстве, вот эта их договоренность, кто кому будет помогать, и всё. На этом, к сожалению, история задаёт. И Огус, я тоже, по-моему, сказала, что она начала читать, и очень рада, а потом такая, ну, и опять-таки, если бы вы спросили меня, Лен, ну, а ты бы что с этой историей сделал? Я бы вообще этого Ахава из редакции не выпустила и всю книгу построила на том, как он рассказывает о своём видении этого мобедика, о своём сумасшествии, о своём спасении, как он уже там дрейфовал долго на море, как он вообще ту редакцию нашёл. Ну, то есть, всё вот это заключить в такой, сделать герметичное интервью, и потом уже ставить конец истории, клиффхенгерам, что и потом мы отправились на поиски его семьи, его тоже будет интересно, да, найдёт он у него, не найдёт его, её, да, семью, в каком объёме, ну, что-то вот такое. Но, в любом случае, я рада этому знакомству, и сказать, что я бесконечно рада всему этому знакомству, ничего не сказать. Как я уже говорила в том ролике, я заказала ещё несколько книг, которые ко мне идут по совету Огуст, и у меня ещё очень много всего на скриншоте, потому что каждый раз, когда я пересматриваю её ролики, я что-то новенькое для себя, там, зацепляю, да, узнаю, как говорится, вдохновляюсь на чтение, поэтому я думаю, что от её рекомендации мы ещё не скоро избавимся, как минимум на моём канале. Фух, ну на этом всё. Так, ролик вышел уже довольно-таки длинным, так что я вас оставляю с распаковочкой небольшой. Следующий ролик не знаю, про что будет, но я вам сразу хочу сказать, что лето уже такое прям чувствуется, не за горами, и я хочу вам посоветовать книжку на летнее чтение, которую читаю я сейчас сама, и просто обладеваю, насколько это круто, и чего я боялась. Ну, возможно, и просто попался тот единственный вариант, который читается легко и с удовольствием, даже с какой-то радостью, а всё остальное очень сложно, это «Таинственное пламя царицы Лоанны». Лоанны лучшее чтение на лето, особенно тем, кто хочет погрузиться в какое-то детство, в дачку, в чердачки, в рассматривании предмета своего прошлого. Очень много, хотя нет, что я сейчас превращаю, это всё в прочитанное. Обязательно, когда увидите следующий ролик с пометкой «Прочитанное», обязательно его откройте, потому что там я про эту книжку расскажу, и про другие также. Как всегда, конечно же, буду особо рада видеть ваши сообщения внизу, ваши подмиги, приветы, если есть что-то рассказать, если вы что-то читали. Но если вы ничего не читали, вообще вы заняты своими делами, но хотите сделать мне приятно, подмигнуть и дать знать, что вы смотрите, мне будет приятно так сами познакомиться, давайте в честь Лунного Тигра оставим мне смайлик либо Луны, либо Тигром. И я забыла рассказать самое главное. Я долго думала, что же за Лунный Тигр такой? И вам нужно читать книжку, чтобы понять, что это такое. Но давайте, кому не интересно, вы можете перемотать вот сюда и посмотреть мою маленькую распаковку. И все, кто сейчас решит перемотать во влоговую часть, всем пока. Как всегда, желаю вам самых удивительных, завораживших чтений. Надеюсь, что-то из этого вы тоже почитаете. А кто остается, я рассказываю. Так, спойлер насчет 3, 2, 1. Лунный Тигр — это спиралька, которая тлеет и распугивает всякую мышкару, комаров. Вот это, да? Я не знаю, по-русски это называется. Но вы знаете, что такое. У каждого на датчике наверняка такая штука есть. И то, как описана эта спиралька здесь, это выше всяких похвал. Вот мне теперь точно. Это калакмусовая бумажка. Хороший автор или нет? Умеет он красиво писать или нет? Это его умение описать спиральку. То есть, если я встречу какого-нибудь автора на неживущего, скажу, опишите мне, пожалуйста, поэтично и красиво спиральку тлещего лунового тигра. И вот если он сможет описать, то я знаю, что это талант. А если не сможет описать, то, ну, наверное, не знаете, я бы, наверное, экзаменом в каком-нибудь университете либо на курсах по писательству дала бы задание описать спиральку лунового тигра. Вот человек, если сможет красиво описать, очаровательно, так что ты читаешь и думаешь, боже, это лучшее, что мои глаза видели, тогда да, тогда зачет унеси, все. Сразу тебе даем контракт с каким-нибудь издательством. А если нет, то нет. Все. Вот про лунового тигра маленький спойлер, но это было удивительно, да, и самое интересное, что за название такое. Никакого там тигра нет, а есть вот это вот. Все, на этом я еще раз прощаюсь, отправляю вас в что-то такое лунное, возможно, в распаковке и, надеюсь, до встречи в следующем ролике. Пока, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok Катя, ты не поверишь, у меня эта книжка очень долго лежала в отложенных Вальдберрис, и я все на нее жалела денег. Обложка сияет как раз, как сейчас, как будто закатный золотой час. Прелесть невероятная. Ладно, раз я уже болтаю, давайте дальше пойдем поговорим. Провела в компании этой книги ночь. Просто историю захватила и не отпускала. Фантастическая ночь. Катя мне писала в имейле, что, возможно, здесь будет одна книжка, которая мне не нравится, своя обложка, и я подумала, что это будет эксклюзивная классика. И надо объясниться, что я не имею ничего против эксклюзивной классики книг, которую они сдают, и против обложек я ничего не имею против. Но мне не нравится, допустим, как они раскрываются, мне не нравится, как они одинаково стоят на полке, ничем не блестят. Ну, в общем, так. Но исключение, конечно, делаю. Как минимум, у меня есть хитрая идея сделать какой-нибудь марафон, чтение эксклюзивной классики, потому что он собирает просмотры, и хотя бы какая-то будет польза от этой классики, которая у меня стоит на полках. А потом, если не понравится, могу с ней распрощаться. А если понравится... Ну, ладно. Да, это она. Но я не могу даже понять, что это будет. Луна... А... Это прикол. Я же Кате отправила лунного тигра, и она не знала. Она теперь только знает. Кстати, интересно, уже читает или нет? Кларк. Фам-фам-фам. Ну, давай же, что же я? Артур Кларк. Хорошо. Так. Значит, недалекое будущее. На Луне уже есть поселение и даже управление лунного туризма. От клиентов нет отбоя, но во время экскурсии по морю жажды пылеход Селена, ну, почти что лето, оказывается погребенным под многометровым слоем лунной пыли. И начинается потрясающее, уникальное в своем роде операция по спасению туристов и экипажа. Не зачитывая, я вам вот что скажу. Это очень похоже на, ну, вот я же знаю, который написал Марсианина, проект Абамария, Артемиты, да, по-моему, так называется. И я из той книги помню, что лунная пыль очень опасная, поскольку нет ветра на Луне. Лунная пыль, она очень острая, то есть ее нигде не шарахает, не болтает, и как море камешки, грубо говоря, не округляет. Поэтому это, на самом деле, штука опасная. Но я так понимаю, что раз на Луне они в скафандрах, но пыль может порвать, поцарапать, разорвать скафандры. Я думаю, что будет классно, потому что вот та книжка, Артемида, по-моему, называется, она мне очень понравилась сильно. И мне особенно нравится, что с Луной переклички, ну и книжка не такая большая. Хорошо. И здесь я думала, в смысле третья книга, Катя же про две только сказала, а это нет, это перерыв на вкусняшки. Я скажу по секрету, я пока шла, съела целый пакет мармеладов. Поэтому вряд ли это уже на сегодня, но... На когда-нибудь. Завтра. Так-с. Ой, я уже все порвала, извините, извините. Смотрим. Ой, Вологодский мармелад. Катя из Черповца, напоминаю. Гранат. А я съела тоже мармеладки, да? Думаю, такие желейные, харибу. В общем, все, все сошлось. Кто там у нас в отражении? Я, что ли? Катя, спасибо огромное. Ароматно, вкусно, потрясающе, захватывающе. Просто великолепная моя хачушечка. И вот чай, кстати, тоже подходит этой обложке, мне кажется. Да? Котики, конечно, просто. Улет. И это снова я. Хочу, как всегда, по традиции, вклеить подсказки в книжки на память. Кстати, можно будет пристикерить даже каким-нибудь стикером, потому что здесь уже такая не сильная поверхность клейкая. Открываю. Вы смотрите, что тут написано. Это лучшие слова, наверное, для людей, которые что-то в интернете и в космос выкидывают. Катя, спасибо большое. Спасибо.